В общем-то, я, в принципе, планировал сделать что-то вроде такого типа методички, где было бы по пунктам проработаны вопросы именно технические. Вопрос создания такой полуавтономной технобазы где-нибудь в сельской местности. Но, к сожалению, во-первых, потому что у меня сейчас ремонт и всякая разная движуха, так и не удалось даже. Все суеверно, потому что не поправлю. Ну, потом еще дело в том, что вопросы такие в плане, что многие люди представляют, что вот там у нас будут 3D-принтеры, солнечные панели и так далее. То есть всякие технические вопросы, что, например, понадобится протягивать кабеля, как протянуть кабель, как прыть столбы, например, что-нибудь такое, как должна производиться, например, заливка фундаментов и так далее. То есть я хотел все это рассмотреть. Такие вопросы, которые большей части, скажем, людей, которые хотят чем-то таким заняться, как правило, не прорабатываются. Ну, в целом, могу сказать, даже это не совсем своевременно. Сейчас по пунктам, если посмотреть, какие приоритетные задачи должны будут стоять, это организация механообрабатывающего комплекса, то есть в плане ЧПУ как раз, которое планируется. Механообрабатывающий участок, участок сварки, потом опять-таки вопрос энергетический, то есть откуда брать энергию, как производить подключение, что-то как. По поводу, я периодически говорю про постгуманизм, потому что у нас постгуманистическое сообщество, а вот Ян периодически там говорит про... Я так и не понимаю, что вы видите. Ну, ладно, я говорил, что это трансгуманизм есть. Вот, может, кстати... Меня под постгуманизм, как представлять, что-то типа холлаут, и как-то все очень плохо. А, вот видишь, конечно, никто не пишет, что это постгуманизм. Вот, да, давайте... Вообще, да. Вот, давайте лучше... Забудем про гуманизм, да, и что постгуманизм, так, мы все друг друга мочить, выяснили. Ну, все друг друга мочить, это не постгуманизм, на самом деле. Да, вот как раз лучше, я думаю, рассмотреть вопросы постгуманизма, что-то это... Да, я просто... То, а мне очень интересно, что я как-то... Или подгуманизм, это типа... Гуманизм для нас уже пройденный этап, он уже и так в гуманизме максимально... Ну, вот... Вот, скорее всего, второй этап, который... Как мы же еще даже не гуманизм. ...эволюция должна быть продолжена в каких-то кардинальных... Пока она еще даже не началась. Вот. Ну, Дело в том, что как бы есть, да, есть такое сейчас философское такое течение, футурологическое, можно сказать, что вот там постгуманизм, что там люди в будущем обвешивают себя имплантами, там, усовершенствуются генетический код... Тебе память какая-то... Ну, типа того, и что типа все будет круто и вообще освоят космос. Но, опять-таки, это все пока только, мне кажется, на таком этапе, если сравнивать, вот как в свое время развивались идеи социализма, да, вот были сначала социалисты-утописты, которые вот именно, то есть, жили такой вот эстетикой, отвлеченной от насущных проблем, что просто какой-то там город будущего, там город солнца, там, утопия. Вот, а потом им на смену пришли уже практики социализма, то есть, там, в том числе и социалисты-марксисты, вот. Которые уже подвели под это такой вот научный подход и так далее. Вот мне кажется, что постгуманизм, он сейчас вот находится именно вообще в мире, на стадии вот именно такого утопизма. То есть, все говорят, ну, круто, там, в будущем там будут смертные, будут всякие импланты, будут освоения космоса. А какая должна быть под этой организацией общество? Сейчас как бы, я что-то имплантами, проблемами, техническими... Разница, кстати, да. Мне кажется, что она не очень такая заметная, не очень пока что описываемая. Но вот, с другой стороны, как ни странно, даже в Википедии под трансгуманизм и постгуманизм все равно разные статьи идут. Дело в том, что трансгуманизм, он скорее занимается вопросами преобразования, ну, именно биологических преобразований человека, там, в плане бессмертия, в плане... Ты говоришь, где-то за рамки человеческого, не только физического, но и морального. А постгуманизм, он, скажем, да, действительно больше как философское учение, то есть там и вопросы экономики будущего поднимаются, вопросы техники будущего, вопросы какие-то философские. Вот, мне кажется, то есть в этом отличие. Трансгуманизм больше направлен на самого человека, а постгуманизм больше направлен на общество в целом. Опять-таки, тоже можно даже сказать так, что трансгуманизм, по сути, это одно из направлений постгуманизма, вот так вот, или что это родственные направления. Опять-таки, насчет устройства общества будущего и так далее, если все это начать теоретически разбирать, то тут можно построить такое заключение, что как вот действительно говорилось про то, что у Толстого было так, что, дескать, современный мир, он какой-то не такой, что там все страдают и так далее, и что нужно что-то придумать новое, давайте этим типа займемся. Как мне представляется постгуманизм, скажем так, что учитывая то, что действительно современные все, скажем, явления, которые сейчас происходят в обществе, что в нашем обществе, что в обществе, там, мир на Западе и так далее, то есть там очень много всяких накопилось косяков, во-первых, во-вторых, что все это общество, оно является продуктом просто такого хаотичного исторического развития, что там было что-то одно, там потом кто-то что-то завоевал, потом там кто-то что-то придумал, потом, и, то есть, грубо говоря, то есть в какой-то изначальной системе просто постоянно навешиваются какие-то костыли, там затыкаются дырки, которые периодически возникают, как старый дом, который вместо того, который уже пора снести, вместо этого его ремонтируют периодически. Появляются новые трещины, новые там какие-то дефекты, их опять заделывают. В плане постгумунистичного общества, то есть это в первую очередь общество, построенное на научном подходе, а конкретно на, скажем так, на системном анализе. То есть что у нас экономические взаимоотношения, социум выстроены, скажем, если сравнивать, ну вот, то есть подход, например, в Советском Союзе, да, вот была, то есть плановая экономика. Изначально, то есть она обладала многими преимуществами, потом начала хереть, в силу своей, скажем так, неповоротливости. Был подход академика Глушкова, то есть как раз это системный подход, он хотел сделать общегражданскую автоматизированную систему, через которую бы происходили бы все, решались бы все экономические вопросы, вопросы планирования, вопросы там обслуживания усилений и так далее, которые были бы не то, как сейчас делается, например, везде автоматизация, то есть те же самые там какие-то документы и так далее, просто вместо того, что они были в бумажной форме, их просто заводят в цифровую форму и опять-таки все равно от этого пляшут. А именно что снизу до верха вся система перестраивается, так, чтобы это было оптимально с точки зрения и вычислительной техники, и чтобы этим было удобно пользоваться. Ну, я так, да, в общих словах сейчас говорю, потому что никаких материалов, к сожалению, не смог подготовить. Ну, у кого еще какие вопросы? Ну, мне просто интересно, а вот в случае, если представим, ну, предполагаем, какую-то коммуну, то в данном случае, ну, просто гуманизм, он здесь как бы играет, как некоторый такой идеологический фундамент, что ли, да? Ну, скорее всего, да. Да, то есть постгуманизм как устремленность именно к будущему, отрицание традиционализма, скажем, в этом тоже. Потому что как раз вот Ян много говорил, ну, как, ну, не много, но, в общем-то, вот рассказывал про анархокоммунизм, да, как идеологический подход такой, новый, перспективный. Анархокоммунизм, да? Ну, ты же вроде что-то там, говорил про анархокоммунизм? Ну, я не сегодня имею в виду, я имею в виду вот в интернете и вообще. Ну, это, да, это не новая мысль, но дело в том, что анархокоммунизм, он тоже, то есть, может быть разным в плане того, что могут быть, там, допустим, какие-нибудь веганы-традиционалисты, там, да, коммуны веганов-традиционалистов, которые, да, они живут по заветам анархокоммунизма, но у них там всё, там, типа, общее, там, и всё такое, но движения нет. Мы не едим животных и на каком-то небольшом пятачке топчутся. Постгуманизм – это все-таки устремление в будущее, то есть использование новых технологий, использование, попытка как-то придумать что-то новое в плане и техники, и медицины, и чего хотите. В общем, рациональный подход. Да, рациональный подход, при этом, то есть, допустим, такие вещи, которые, допустим, современное общество, от них пытается всячески убежать, пытается их замять и т.д. Допустим, та же генная инженерия, тоже ГМО и т.д. что постгуманизм этому дан сделать. Так, наверное, то, что ты говорил про коммуна практически. Я сих пор не понимаю, насколько вообще может быть эффективным, собственно, производство полуавтономное. Ну и полуавтономное производство? Так же не придумали, что производить? Понимаешь? А что производить? Производство? Ну просто да, мне просто интересно, потому что, ну допустим, толстался, будет понятно, у них было практически натуральное хозяйство, да? А в случае именно полуавтономного, что вот эти продукты идут куда-то на продажу, что ли, не знаю, что там? Ну, то есть, как вы говорите, как вы говорите, как вы делаете? Не, ну, производить, то есть, да, придется, естественно, что-то и на продажу, чтобы поддерживать изначально материальную сторону, ну скажем, чтобы деньги были. Вот, но производство и для себя в плане, то есть, всяких, то есть, всегда, скажем, для того, чтобы провести какой-то эксперимент, какое-то исследование, нужно сначала что-то произвести, какое-то устройство. То есть, например, ну, какой здесь пример, то есть, например, хотите там заниматься там с микробиологией, там, да, там, рассматривать там всяких вирусы, там, бактерии и так далее, что-то с ними делать, вот. А для этого что нужно? Для этого нужно куча всякого оборудования, электронные микроскопы и так далее, и так далее. А что такое все эти устройства, да, это все точное приборостроение. А точное приборостроение, это, чтобы его создать, это уже мы попадаем в машинное строение. И вот эта вот цепочка, она выстраивается. Я, может, не очень корректно выясняюсь. Нет, просто у меня такой еще вопрос, а вот постгуманизм в качестве какой-то идейной платформы для коммуны, ну, скажем так, вот, вообще коммуна, она тогда создается, создается для чего? Ну, то есть, вот с вот этими, допустим, социалистами-утопистами, да, там, получается так, что коммуна, во многом, он был такой социальный эксперимент. Да, сможет ли, может ли социализм существовать, вот сейчас посмотрим, пригодны ли люди вообще для вот этого, значит, для вот такого вот общественного строя, да? У толстовцев, соответственно, коммуна, это была просто, так сказать, способ какого-то, значит, ну, практически духовного очищения. А вот если брать коммуну, в основе которой лежит постгуманизм, то там какая-то, скажем так, цель, есть какая-то? Цель... Это я его с Костей все время вспомнил, но, конечно, надо постгуманизм официально как-то делать, я говорю, что не обязательно. Ну да, тут цель в чем? Разработать, так как, то есть, у нас общество разваливается, разработать совершенно новую методологию устройства общества. А, то есть, ну, в данном случае, то есть, ну, все равно такой элемент социального эксперимента все равно получается... Да, элемент социального эксперимента вполне даже и есть. Вот, и кроме того, да, и кроме того, то есть, еще и самореализация участников, то есть, там, допустим, вот, люди есть, там, которые там могут, хотят, что-то там придумать, сконструировать и так далее, а в обычной жизни, там, у них это не получается, к тому же, они, там, не смогли, там, закончить вуз, там, не смогли, там, еще и так далее. Зачем обязательно конструировать, если, как бы, можно хотя бы начать с того, чтобы просто использовать то, что уже есть, но не использовать, вот, там, силу квадратных издового мышления, там, ну, то же самое, я не знаю, используют какую-то более эффективную поливалку для полей, там, вместо той, которую используют, там, большинство людей. Если я правильно помню, то есть, по-моему, речь идет, как бы, о коммуне, как о какой-то научной лаборатории и так далее? Да, 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 да. Ну, хотя бы, блин, хотя бы просто вычислить, какие сейчас есть методы, какие-то, типа, сейчас для уже рационального существования. Ну, нет, ну, это всегда большая проблема, что, типа, а что мы будем изобретать, велосипед, как бы, заново, вдруг оно будет ездить? Нет, можно потом изобретать, потому что, как бы, все уже существующие методы использованы. Ну, то есть, ты имеешь в виду в смысле, что... Я имею в виду, что, вот, ты говоришь, о ценностях, да, там, как бы, вот, ну, общество, да, правильно? Ну, я потеряла мысль. Короче, почему хотят попытаться использовать те, какие-то достижения научные, которые уже есть, и попытаться их как-то внедрить в это общество, потому что, ну, опять же, наша, там, экономика, у нас же не все используют эти технологии. Ну, то, что, да, то, что уже есть, да, то, что уже есть, более рационально попробовать внедрить, это тоже, конечно, задача. Вот, вопрос просто в том, что, допустим, именно в плане исследований, то есть, все равно они нужны и... Ну, да, просто, ну, тут, как бы, насчет того, что как-то внедрить, тоже большая проблема, просто потому что рынок, как бы, не... не всегда приветствует какие-то, скажем так, идеи, которые бы оптимизировали бы нашу... Понятно, поэтому, ну, поэтому я так и, как бы, внедрять надо в коммуне, а не в рынок, то есть. Ну, да, нет, ну, это так, да. Так вот, как бы, внедрить, смотрите, у меня клевая поливалка, вот, типа, общество, я ее использую, и, там... Ну, да. Как бы, мое поле дает в пять раз больше зерна, и все, как бы... А только, если, опять же, еще все упирается в вопрос финансирования, то есть, для использования вот этих вот поливалок и прочее, которые не... Ну, то есть, скажем так, если, если в основе производства не заложено какие-то особо дорогостоящие материалы и техника, которые производили, да, то тогда это висит в... Это в любом смысле, потому что вы используете не более дорогие материалы, как будто и сейчас. Ну, да, так, получается, естественно, с посудового коммуны это... Такая, как ассоор, такая научная лаборатория, которая, как бы, как бы... В общем-то, вроде того, да, ну, еще, если есть у кого вопросы... Там есть еще вопросы. Чем это отличается от Проекта Венеры? А, ну, вот, от Проекта Венеры это отличается хотя бы тем, что... Ну, кстати, вот, могу, скажем, справедливо сказать, что пока еще это практически ничем не отличается. То есть, как Проект Венеры, они там сидят и просто тоже там в интернете и так далее, просто общаются, какое будет крутое будущее, какие мы будем там, какие будут города будущего, вот, у нас пока... Они не только, они все-таки то же самое, как бы, говорят. Ну, да, они говорят, они говорят то же самое, они говорят то же самое, но у них, к сожалению, у нас пока тоже нет никакой практической реализации. Вот, то есть, просто у нас это практическая реализация по плану все-таки есть, когда все зашевелится. То есть, возможно, вот в ближайший год. То есть, с чего-то начать, отправная точка. То есть, да, сделать там ЧПУ, начать что-то с ним экспериментировать, делать какие-то, хотя бы, небольшие там, грубо говоря, там, электронные всякие фигулечки на продажу, там, ну, чисто поизучав рынок, смотревшему кому надо и самим себе тоже. У меня, кстати, какой-то такой практический вопрос. Ну, у меня просто знакомый один, так сказать, из Питера, и там было какое-то сообщество программистов, которые потом просто кинулись и раскопили землю. А, поселок программистов, да. Да, 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 вот они, как бы, у них был какой-то стартовый капитал. В данном случае, вот в этом, получается, для этого проекта, как бы, мы... Нет, все это нужно, просто вопрос все время состоит о финансировании, откуда, соответственно, взять землю и откуда, соответственно. Ну, хардадим, если квартира в Москве уже идёт вверх. Ну, ничего, просьба, гореться. Ну, вообще, в таком случае самое время. Вот, не, у меня предположение откуда было. Вопрос в том, что как, насчёт именно, где взять первоначальный капитал, предположение таковое, что сначала я чисто на свои средства организую ЧПУ, а потом уже, с одной стороны, какое-нибудь, скажем так, мелкосерийное производство с помощью этого ЧПУ будет давать некоторые деньги, приносить некоторую прибыль. Плюс, соответственно, можно потом, там, не знаю, что-нибудь такое придумать, типа, там, членских взрослых каких-нибудь, что ли. Ну, может, всё-таки не пытаться им на какой-то стартовый капитал, всё-таки не бизнес, а... Ну, просто, если будет, как бы, много стартового капитала, все начнём, действительно, драться и креститься, и, как бы, всем будет обидно, что положить деньги... А это вот уже надо будет предусмотреть порядок уже... Уже уставные документы и порядок... Начинай с мамы. Давайте там рационально производить бобы, там, на площади 5 на 5 метров. Вот там, вложить в это, я не знаю, построенное никому обидно не будет, как бы, да? Ну, зачем бабы-то всё-таки это как-то слишком примитивно? Ну, что вы хотите, да. Ну, в принципе, да. Ну, что-то... Ладно, ну, как, ещё есть у кого вопросы? Ладно, тогда, я думаю, можно закончить. Ну, что, удачи, как куполы. Не знаю... Блок. Да, давайте кухать. sozial. Ладно, ладно. Пальцدا. Kay Летин-ка. Пальцем-